Приветствуем всех на канале лучшей киберспортивной платформы Биг Плей. PUBG Mobile это один из самых проработанных и вариативных тактических шутеров, ведь разработчики даже спустя 5 лет продолжают активную работу над балансом технических характеристик и обвесов, в особенности рукояток. Многие игроки, в том числе и с солидным стажем, считают, что выбор рукоятки это очевидность, не требующая никаких размышлений. Ведь банально же все, есть вертикальная и горизонтальная отдача, все остальное не требует никакого внимания. Но как же они ошибаются? Каждая рукоятка обладает рядом скрытых характеристик, никак не освещенных в игре. И их детальный разбор поможет не просто лучше понять игровой процесс, но и существенно скажется на ваших игровых результатах. Так что устраивайтесь поудобнее. Сейчас мы подробно раскроем для вас каждую скрытую характеристику рукояток. Расскажем, что такое окружность разброса, скрытое и видимое колебание оружия, что такое восстановление точности и, конечно, стабилизация. Прямо сейчас ставьте лайк на этот ролик, чтобы не потерять столь важную информацию. Обязательно подписывайтесь на канал, ведь вас ждет еще больше крутого и полезного контента. И разумеется, ждем каждого из вас на Бигплей, где вы сможете превратить свою игру в работу и абсолютно бесплатно участвовать в турнирах с солидным призовым фондом. Ну и пока вы создаете команду для покорения киберспортивного Олимпа, мы приступаем к разбору. Итак, начнем, пожалуй, с самого главного. Всего в игре представлено 5 классических рукояток, и именно их мы с вами сегодня разберем. Это вертикальные и горизонтальные рукояти, упор для пальца, уменьшенная рукоять и легкая. Лазерный прицел разбирать особо смысла нет, так как это, во-первых, и не совсем рукоять, и во-вторых, принцип работы банален, так что мы его осветим лишь очень кратко в самом конце. Собственно, игре уже почти 6 лет, но до сих пор не утекают споры о том, какая же рукоять по итогу лучшая. Оно, если честно, неудивительно, так как разработчики в самой игре удостоили нас с вами очень скромными пояснениями в виде плюсов и минусов, при этом абсолютно без дополнительной информации. И первое, что вы должны понимать, все 5 основных рукоятей скрыто имеют одно общее преимущество – влияние на окружность разброса. А именно, они уменьшают ее на 20%. И вот этот показатель одинаков что для горизонтальной рукояти, что для упора для пальца. Для простоты понимания, представьте себе круг. Так вот, оружие в игре настроено так, что каждая выстреленная очередь может иметь случайные отклонения в сторону. Единственное, что ограничивает это отклонение – это как раз-таки окружность разброса. Если же сказать еще проще, то это круг, в пределах которого находится ваш зажим. Чем круг меньше, тем более предсказуемой и легкой становится отдача. Ну так вот, экипировав абсолютно любую рукоятку, вы уменьшаете этот круг сразу на 20% по сравнению с голым стволом. Именно поэтому, даже если вы играете только с вертикалкой, при ее отсутствии одевайте вообще любую попавшуюся рукоятку. Это действительно может помочь. Во-вторых, тоже очень важно. Отдача и разброс – это рандомные алгоритмы. Двух одинаковых спреев подряд не бывает в природе. Первую обойму было отклонение вправо, на второй уже влево, на третье что-то среднее и так далее. Поэтому заучить кривую отдачи никак не получится, даже не пытайтесь. Это не Counter-Strike. Но вот понять ее легко. С окружностью мы с вами разобрались, так что давайте быстро разберем остальные скрытые характеристики, после чего подробно разберем все рукояти и сферу их применения. Итак, следующий показатель – восстановление точности. Когда вы стреляете, оружие автоматически подбрасывает вверх. И восстановление влияет на то, как быстро ваш ствол вернется в исходную точку. А именно, ускоряет саму анимацию возврата. Что в какой-то степени может дать ощущение более легкого контроля отдачи в целом. Даже для автоматических винтовок это ощущается неплохо, но полноценно данный показатель раскрывается именно на одиночных выстрелах. К примеру, при использовании СКС. Далее у нас идет колебание оружия. Или как его еще проще называют – стабильность. Колебание есть постоянное, то есть которое влияет на оружие постоянно, и скрытое, которое подключается при определенных условиях. К примеру, во время движения пальцем и наводки. Опять же, если говорить простым языком, это то, как сильно будет отклоняться в стороны ваше оружие при стрельбе. Чем выше показатель колебания, тем более непредсказуемым будет у вас зажим, даже при учете идеального контроля отдачи. К примеру, стреляете вы просто вверх, а тут немного подвинули палец, и оружие взяло и резко начало плясать. То влево, то вправо, то вверх, то вниз и так далее. Это и есть стабильность. Идем дальше. Разброс. Определяет кучность ваших выстрелов. Чем выше разброс, тем дальше будут ложиться друг от друга пули. Это и создает ощущение того, что вы из снайпера превращаетесь в китайского стрелка, то мимо, то косо. Ну и в завершении, сама отдача. И она действительно есть только горизонтальная и вертикальная. Это показатели, определяющие смещение при вашем зажиме. Чем выше отдача, тем больше движений пальцами нужно совершать для контроля. И если мы уменьшаем отдачу, уменьшаем движение пальца, необходимое для зажима. Что самое главное, отдача не влияет на отклонение. Она влияет только на интенсивность движения пальца или гироскопа, для того, чтобы удерживать ствол при стрельбе на одной точке. Это очень важно. И вот все эти показатели работают в совокупности, создавая ваш зажим. Так что теперь погнали по каждой рукоятке пройдемся в отдельности и определим ее сильные и слабые стороны. И начнем мы с упора для пальца. Это вообще единственная рукоять в игре, которая никак не влияет на саму отдачу. Ну вот вообще никак. Однако, упор для пальца снижает колебание ствола аж на 20%, делая зажим более предсказуемым. Помимо этого, он еще дополнительно уменьшает на 5% вертикальный разброс. То есть вертикально пули будут ложиться немного ближе друг к другу. И именно из-за совокупности этих показателей в движении с упором для пальца стрелять немного проще. К примеру, из машины или когда вы судорожно пытаетесь навестись на бегущего противника. Но самое главное качество, это конечно же ускорение входа в прицел на целых 30%. Сокращается именно сама анимация входа. На самом деле визуально очень ощутимо и может неоднократно вам помочь в перестрелках на средних и близких дистанциях. Так как даже доля секунды в совокупности с пингом может сделать вас победителем. Идем дальше. Следующей рукояткой станет уменьшенная или в простонародье красная. У нее прям целый список бонусов. А именно, она снижает на 8% горизонтальную и вертикальную отдачу. То есть пальцем нужно будет для контроля совершать меньше действий. Во-вторых, добавляет 10% восстановления точности. Значит вам будет немного проще стрелять длинными очередями. Из-за уменьшенной анимации. Однако, за это красная рукоятка поплатилась штрафом в 20% колебанию оружия. Восстановление точности вкупе с уменьшением одновременно и вертикальной и горизонтальной отдачи. Это очень серьезная заявка. Однако, по двигающимся целям стрелять будет значительно сложнее. Из-за штрафа к колебанию. И вот именно из-за этого, новичкам она очень часто кажется бесполезной. Так как для наводки требуется реальный опыт. Однако, ребята, которые играют давно, уже неоднократно отмечали, насколько сильное преимущество она иногда дает в бою. Это знаете, как нечто среднее между горизонтальной и вертикальной рукояткой. Только еще и с повышенной скоростью восстановления. Что делает зажим длинных очередей немного проще. Далее у нас идет легкая рукоятка. Истинная королева стрельбы одиночными выстрелами. Потому что она снижает аж на 25% скорость восстановления после выстрела. Впрочем, других отличительных бонусов у нее нет. Но при стрельбе одиночками они ей и не нужны. СКС поистине раскрывается именно с этой рукояткой. Так как позволяет выстреливать в точку большее число пуль. Ведь прицел теперь не подпрыгивает на километр после каждого тапа. На зажим она, конечно, тоже немного влияет. Ведь срезается, так сказать, сама анимация отдачи. Но опять же, для точного зажима есть альтернативы значительно более функциональные. Но не вздумайте недооценивать эту рукоятку. Теперь же рассмотрим двух почетных пенсионеров в мире обвесов. Вертикальная рукоятка. И единственный бонус, который она имеет в своем арсенале, это снижение вертикальной отдачи на 15%. Что, если честно сказать, очень сомнительное подспорье, если вы стреляете на 200 метров и более. Объясним почему. В мобильном гейминге хват телефона или планшета устроен так, что нам физически удобно контролировать вертикальную отдачу. Мы просто оттягиваем палец вниз. Либо же наклоняем устройство благодаря гироскопу. И это все при классическом хвате устройства является привычным для нас движением. Дальше уже подключается настройка сенсы и гироскопа, чтобы подобрать для себя наиболее удобную силу движения пальца. В то время как горизонтальная отдача физиологически контролируется значительно сложнее. Это можно наглядно посмотреть, просто взяв телефон в руки и попробовав подвигать пальцем. Так что при средних дистанциях польза от вертикальной рукояти очень сомнительная. И раскрывается она именно при зажимах на дальние дистанции, где каждый миллиметр смещения пальца важен. Ибо на дистанции в 200 метров одно неверное движение вашего пальчика – это полметра промаха по противнику. Опять же повторим, если мы рассматриваем стрельбу на близких и средних дистанциях, значительно более профитным вариантом будет подбор вашей сенсы и использование другой рукоятки. Ну и конечно же горизонтальная. Она, как вы уже могли понять, тоже снижает отдачу на 15%, но уже горизонтальную, которую как раз таки контролировать чисто физически сложнее, о чем мы говорили ранее. Помимо этого вы с ней будете входить на 10% быстрее в прицел, что тоже является очень неплохим подспорьем, но за это она получает сразу два дебафа. Во-первых, ухудшение восстановления выстрела на 5%, что на самом деле не так страшно при стрельбе на средней дистанции. И в целом нивелируется пользой от снижения самой горизонтальной отдачи. Но что страшнее, она на 15% увеличивает колебания оружия. То есть наводиться с ней при зажиме в движении или по движущимся целям будет уже не так комфортно. Тем не менее, на средних дистанциях она показывает себя очень хорошо, так как именно там главным вашим врагом становится горизонтальная отдача, контролировать которую с ней легче. В завершении же, как и обещали, упомянем еще и лазерный прицел. Но у него по факту только один плюс. При стрельбе от бедра, то есть не входя в режим прицела, разброс пуль будет на 30% ниже. Это идеальный вариант для клоуз-файта и ппшек, при использовании которых входить в прицел просто иногда бессмысленно, и вы отдаете предпочтение динамичности. Но в целом, если мы рассматриваем классические матчи, то лазерный прицел по большей своей части бесполезен. Так что можем сказать смело, ваши любимые обвесы далеко не так просты, как кажутся. Для того, чтобы проверить все то, что мы сказали, достаточно просто зайти на тренировочный полигон. Там вы сможете наглядно прочувствовать и кривую отдачи, просто стреляя в стену и наблюдая, куда и как смещается дуло, и скорость восстановления, и вообще любой другой параметр. Вердит же по итогу очень прост. Ультимативной рукояти не существует. И поверьте, все, кто говорит, что вертикальная рукоять – это решение любой проблемы, глубоко ошибаются. Каждая рукоять выполняет свои функции. Вертикальная хороша на дальних дистанциях. Горизонталка – идеальное решение для средних перестрелов. Легкая для одиночных выстрелов и долгих очередей. Красная же для любителей среднего во всем. А упор для пальца идеально подходит для клоуз-перестрелок в прицеле. И поверьте, мы настаиваем, каждый из вас просто обязан попробовать каждую самостоятельно и только после этого сделать вывод. Ну а вместе с Биг Плей вы можете раскрыть каждую эту рукоять не просто в матчах против ботов и средних игроков, а против лучших игроков региона. На абсолютно бесплатных турнирах с крупным призовым фондом. Ведь для участия достаточно лишь быть подписан на нас и зарегистрировать свою команду на сайте. Разумеется, все ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Огромное спасибо вам за просмотр. Желаем удачи в изучении тонкостей игровых механик. Будем каждого из вас ждать на турнирах. И конечно же, до скорых встреч.